Всем доброго утра! Я поехала работать с утра пораньше. Время у нас полдевятого. Вова как машину поставил. Типа кто-то проедет здесь. Типа кто-то влезет. Выкатил машину и теперь у нас такая проблема, что у нас некуда ставить машину. Так, что у меня тут с моими насаждениями? Все сидит, никуда не девалась, не убежала. Поехала работать, потом сразу за Леруськой. Не знаю, что сегодня будем делать. Даже не знаю, какой сегодня прогноз погоды. Сейчас в данный момент 16 градусов. Что будет днем, еще не узнаваем. Вчера заменили коврики, положили уже резиновые в машину. Лежали такие вылочные. Летом сухо, хорошо, подмел их и все. Сейчас наступает грязь, дождички часто. Положили уже резиновые коврики. Так, сумка у меня здесь, кушетка в багажнике. Ну все, поехала работать. Добавляемся завтракать. У нас сегодня вот такая яичница с помидорами и с колбаской и еще вот такой вот салатик из морской капусты с крабовым мясом. Смотри, на тебе. Приятного аппетита, Леруся. Милена, уже покушали с папой. Та-дам! Зоопарк наш дома. Динуля, тебе так идут ушки. Так идут тебе ушки красивые такие. Ой, это что за девочка? Кто за девочка такая красивая? Дина, кто это за девочка такая с ушками? Все, все унесла. Скажи, чтобы не допекала меня своими ушами. Да, Динуля? Да, отдай, мам. А я так как отдам. Да. Дина, фу. Фу. Отдай уши. Милена, отдай уши. Фу. На. Дина. Сегодня на обед буду готовить пирог. Вот, купила два теста. Так мало в тесто привозят сюда в кулинарию. Ну, пакетика 3-4 всегда. Вот я хоть и езжу рано утром, только по приезду, когда привозят. И всегда мало. В общем, пришлось мне купить одно вот такое вот сдобное. Видно, да, что оно отличается. Это такое желтое, а это белое. И это для жарки пирожков. Ну, вот я его всегда беру на пирог. Изумительный пирог получается. А вот такое не брала, потому что, видите, граммы одни и те же, а разница в два раза дороже. Вот это сдобное, которое желтое, оно дороже. Ну, вот сегодня будет комбинированное у меня тесто. И взяла вот такое вот мяско на рынке. И здесь яблочки домашние. Вот у нас по 40 рублей. Такие вкусные, прям сладкие, сочные. И сейчас еще была на рынке, заказала у этого мужчину, у которого покупала персик, инжир, черешню. Заказала нектарин. В среду должен мне привезти. Сказал, хорошее выберет, хороший росток этот саженец. Вот, я ему полностью доверяю. У него на самом деле очень хороший, качественный саженец. Вот, пообещала, сказал, сладкий нектарин. И он ранний, где-то в июле он уже будет готовый, спелый. А вот этот персик, который купили, он, по-моему, начало августа, он сказал. Чуть-чуть попозже будет. Я его вчера ободрала, видите, горленький стоит. Листочков нет, весь его ободрала. Милена там площадку себе нашла, на велосипеде катается. Выдумщица. Стойте, говорит, подождите. Махает рукой. Просит, чтобы посмотрели. Сейчас съедет куда-нибудь в кувет. Поехала. Получается, в куртке, зато в сланцах. С голыми ногами. На улице, хотя у нас сегодня 20 градусов, ветерок просто. Я вот сегодня думаю, даже Леруська, наверное, погулять сходим. Сейчас приберемся, пирог сделаем. Пообедаем и можно будет погулять, да? На улице классная сегодня погода, только вот ветер, ну, теплый. Сейчас пирожок постряпаем, полы вымоем. И все, можно будет идти гулять. И все, можно будет идти гулять. У меня не оказалось муки. Я почему-то думала, у меня есть чуть-чуть, поэтому буду делать вот так вот, с подсолнечным маслом. Мне тогда же, если честно, больше нравится. Не остается потом этого мусора, муки. Я все раскатала, потом тряпочкой со стола вытер, и все. Ну, бледное тесто для пирожков решила пустить на низ, а желтенькое будет на верхней корочке пирога. Субтитры сделал DimaTorzok Я тут пую водичку. Тихо, Чандр, ты опять там в ванной? Да? Угу. Леруся, ты за компанией? Нет, поможешь меня поснимать? Я вот так. Пум! В шапочке. Милена взяла моду купаться днем. У меня тут стирка стирает. Я пью. Сейчас пирожок поставила, сейчас, наверное, волосы быстренько покрашу. Пока буду с покрашенными волосами ходить. Мам, я тут, Маленечка, распаху водичку. Вот у меня тут еще белье вчера занесла с улицы и не повесила. Вернее, не досохла, я его сюда повесила дома. Потому что такое объемное, мне вешать некуда. Здесь у меня еще на постели белье лежит, сушилки сейчас сняла. Надо все разложить, по полочкам убрать. Уже вечером ложимся спать, уже свет погасили. И слышим, у нас что-то около люстры шуршит. Да так сильно свет включаем. А там вот такой клоп здоровый. Я его сшибла, он на тюль прилетел. И они еще летают. Я даже не знала, что клопы летают. В общем, я его кое-как нашла, я его на полу ищу, ищу, ищу. Потом кое-как увидела, что он на тюль прицепился. Я его в полотенце выкинула. Второго клопа уже поймали вчера. Один выше телевизора забрался в зале. Один в комнате. Откуда заползают вроде двери, все закрыто. И уже вот два здоровые такие. Мы в том году, когда в Сочи были, там тоже были клопы, но не такие здоровые. А здесь прям ужасно большие. Вот, сейчас еще хочу сходить посмотреть орехи. В общем, сыпятся уже орехи везде грецкие. Как бы уже сезон. Надо орехи собирать. Я сегодня один нашла, расколола. Прям вкусные такие, ну не червивые, ничего в отличие от фундука от нашего. Орехи грецкие намного лучше. Буду краситься вот таком эстелевский порошочек. Оксигент 6% Пока только корни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Волосы у меня еще не просохли Я, наверное, завтра их вытяну Кудряшки все распрямила, расчесала Поэтому такая пушистая Короче, капец Не понравилась мне эта краска Я когда начала краситься Она проявилась и была такая, знаете, как фиолетовая Я думаю, нифига себе, какая буду ярко-розовая Видите, что получилось Больше на стальной цвет похоже, чем на розовый Вообще далеко не розовый У нас сейчас такая беда случилась Дина об этот забор, когда прыгает В общем, очень сильно проткнула себе Вот, как это место называется, где передняя лапа заканчивается Бедрышко, что ли, или как вот здесь В общем, вот она, Динулечка наша Ты покушала? Смотрите, у ней тут вот все в крови Я сейчас ей обрабатывала перекисью Замотали ей Ты все съела? Молодец! Чуть-чуть осталось Дай, да, иди Динуль Здесь, в общем, все было вот так вот в крови улита Думали, вообще не остановим Я испугалась Прямо сил нет Надо что-то думать Вот И не знаем, что придумать Вот эти как раз штуки На которые можно было там что-то нарастить Да, чтобы сделать Они как раз у нас уходят к соседке У нас, получается, лицевая сторона Вот Что-то делать, я не знаю Хоть пока на время какое-то одеяло туда бросить Или что Потому что, ну, одеяло, наверное, сдует Тоже смысла нет В общем, она постоянно, как сумасшедшая Просто прыгает на этот забор Прыгает и прыгает Я ее и ругаю И, бывает, веник возьму, как дам ей по заднице Короче, бесполезно Пойдем? Пойдем? Пойдем, Дина, пойдем Сейчас еще раз обработаю ей на ночь Перекись Вон здесь вон везде кровь Короче, у нее кровь просто Бежала ручьем Пойдем Сейчас папа с Миленой приедут Будут машину загонять Пойдем Пойдем, зайчик Пойдем домой Я сейчас ее дома зажала Закапывала ей эту перекись Она, видимо, испугалась И не идет за мной Пойдем, Динуличка Пойдем, мой хороший Пойдем Хромает Хромает идет ребенок мой Вот так вот Тебе урока может должно быть А ты все прыгаешь Какая мордочка недовольная Недовольная девочка Пойдем, Динюль Пойдем Пойдем, заходи Сейчас папа приедет Будет машину загонять Надо, чтобы все собаки были дома Давай, давай Пойдем Заходи Дина Жанна Заходи домой тоже Жанна 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 Иди домой Заходите Сейчас машину будут загонять Да что такое В туалет хочет Я думаю, да что такое непослушное Жанна Иди домой Пошли домой Динуля Пойдем тоже Пойдемте Дина Пойдем Жанна Айда Давайте Заходите Думаю, что не слушается Не поняла Жанна Айда Жанна Пойдем домой Заходи Заходи, зайчик, давай, заходи. Завтра в школу уроки не сделали. Завтра. Завтра будем делать. Надо было сегодня целый день. Что-то делали. Как тебе мой цвет? Хорошо. Хорошо? Нормально. Мне что-то не очень нравится. Девчонки, вот такой шиповник я покупаю в фикс прайсе. Очень прикольный, быстро растворимый натуральный напиток. Природный оксидант, укрепление иммунитета, здоровье, восстановление жизненных сил. Это все про него. Очень вкусный, тонизирующий напиток. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Продается в пятерочке. Вот не соврать бы. Вот или 55, или 99 рублей. Такая у него однородная консистенция. Добавляю чуть-чуть сахарочку. Разбавляю кипятком. И вечером с удовольствием выпиваю чашечку. А порой даже две. Это замечательного, вкусного напитка. Так что, если кто-то не пробовал, обязательно попробуйте. Это не реклама фикс прайсу. Это просто делюсь с вами какими-то вкусностями. Чтобы, может быть, кому-то пригодится. И тоже попробуйте. И вам, надеюсь, понравится. Девчонки, завтра постараюсь выйти в прямой эфир, если у меня ничего не поменяется. Планы. Я завтра работать буду только вечером. Поэтому целый день у меня должен быть свободным. Завтра, если что, после того, как выйдет видео, скорее всего, к обеду будет прямой эфир. Напишу, если что, в сообщество. Так что, кому интересно, то смотрите за временем. Еще точно не знаю, когда буду делать. Но, наверное, сделаю. Поболтаем. Давно не болтали. Очень классный вечером пить шиповник. Он как-то успокаивает, расслабляет. Горяченький, бодрящий. Всем хорошего вечера. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем замечательного настроения. Завтра начинается рабочая неделя. Продуктивной, хорошей рабочей недели. Всем пока. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok